всем привет 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 и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня это второе видео первое видео вышло в 9 утра в 9 15 утра как обычно это то видео которое должно было выйти в субботу но в субботу никаких видео не я не выпускала воскресенье тоже и знаете даже ничего не снимала хотя бы леса вы были были некие события которые о которых я могла бы вам рассказать и хотела бы вам рассказать но знаете не поднималась рука взять камеру в руки с каким-то там счастливым видом с улыбочкой вам рассказывать о своих событиях не поднималась рука не и не поворачивался язык всем известно трагических событиях которые произошли в крокус сити холли и и вчера был объявлен день траура этот день траур поддержали и другие страны мы знаем об этом и в знак солидарности по погибшим вывешивали триколоры на своих зданиях ну это конечно это это трогает вот я была в крокус сити это правда было очень давно мы были там со старшим моим сыном с его женой и с внуком с моим и возил нас туда денис это было очень давно вот правда очень давно и ну кто не знает крокус сити это огромное сооружение огромнейшее просто огромное огромное там несколько не знаю корпусов как-то это называется блоков я поскольку это было давно мне кажется что мы не в этом были блоки где произошла трагедия вот в соседнем были мы там какая-то новогодняя елка была и там много концертных залов в том числе вот этот большой который вмещает 6000 зрителей вы знаете что все наши звезды они стремятся подавать свои концерты именно в крокус сити холли потому что это огромный огромный концертный зал как раньше была россия концертный зал россия который находился под гостиницей россии который нынче не существует на ее месте парк зарядье а вот это огромное сооружение со своей инфраструктурой с ресторанами с кафе с какими-то фудкортами там проходят проводятся различные мероприятия выставки там проходят занятия с детками это огромный огромный комплекс там огромная стоянка там заблудиться очень просто и такая трагедия столько людей погибло это конечно ужасно я у меня не повернулся язык и не повернулась руны поднялась рука что-то вам говорить в этот день выпускать видео я закрыла его уже была подготовлена закрыла не думаю не буду выпускать выражу только соболезнования но люди по-разному реагируют на эти события и знаете мне вот мне как блогеру очень очень видно покорректнее сказать очень видны людские характеры потому что по комментариям которые пишут можно судить о том что у человека внутри даже на мои простые слова соболезнования семьям погибшим я получила огромный негатив вы не найдете вы не найдете этих комментариев в мои под моими видео они удалены лично мной сознаюсь лично я удалила были такие комментарии которые писали вы сочувствуете а вот вы знаете что вот война я от вас отписываюсь вывод значит почему вы сочувствуете я вот от вас отписывайтесь но отписывайтесь но мне кажется что слова сочувствия это обычные общечеловеческие общепринятые слова не важно понимаете не важно в какой стране человек родился кто он что он как он человек погиб не не по своей нет 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 старости не от болезни его убили и почему я не могу высказать слова сочувствия этим людям мне непонятно намеренно не намеренно не снимала видео на эту тему прям вот сразу по горячим следам событиям по нескольким причинам одна из причин это то что я не захотела получать конфликт на на своем канале меня смотрят меня и как и других блогеров смотрят люди с разных стран с разной политической направленностью мой канал не политический мой канал не новостной я могу рассказывать только о том что вижу я я не хочу обсуждать то что произошло не на моих глазах или я об этом знаю также как и многие другие из новостей которые передавали все средства массовой информации люди реагируют по-разному причем реагируют вы понимаете не непростые люди которые смотрят и комментируют там то или иное видео но и сами блогеры кто-то побежал снимать быстрее снимать про прямой прямой трансляцию вы о чем хотите рассказать в прямой трансляции о том что вы сидите там на балконе на диване или еще где-то и рассказываете о том как погибали люди за 2000 километров от вас это хайп другие сняли видео на эту тему выражали сочувствие соболезнования не знаю я не понимаю как как можно как можно говорить на плохом русском языке выражать сочувствие при этом понимая что ты получишь за это деньги я не понимаю все реагируют по-разному кто-то кто-то написал песню за одну ночь патриотическую выпустил ее в эфир даже умудрился клип снять это тоже деньги это тоже деньги очень очень печально что на таких событиях делаются деньги потому что за вот понимаете это мое мнение я никому его не навязываю за каждым поступком того или иного человека скрывается финансовая потоплека финансовая составляющая эти товарищи которые нам не совсем не товарищи которые пошли убивать людей они за это получили деньги кто-то на эту тему записал песню получил деньги кто-то как я вот сейчас снимаю клип не клип видео тоже получу за это деньги в общем кому там кому война а кому мать родна вы знаете мы как-то расслабились уже забыли про эти теракты которые вы же все помнят события там двадцатилетней давности примерно я уж сейчас года не помню двадцатилетней наверно давности когда были теракты в москве очень много в бесслане школа и там другие теракты мы все это пережили мы сами все это пережили я это пережила у нас я не не была там на этом месте вот в то время и в тот час но мы работали у нас был офис на тверской прям не знаю метров 50 от происходящих событий у нас здание офисное было напротив здание известий и каждый день после работы и каждый день на работу мы проходили мимо того места где произошел этот взрыв где потом появилась мемориальная доска цветы которые возлагаться не знаю кстати кто там живет в том районе бывает на тверской в переходе скажите там продолжают появляться цветы живые тогда это было массово я помню тот ужас по взрывам в метро а сейчас мы помню и не знаете вот мой мозг человеческий устроен так что он плохое пытается отсечь но это защитная реакция наша чтобы защитить чтобы не свихнуться чтобы не свихнуться вот и поэтому мы не помним плохое а когда наступают вот такие повторные моменты что называется рецидив мы это все вспоминаем и я два дня вы знаете вот вот правда клянусь нисколько не вру ни секундочки два дня у меня перед глазами помимо кадров с крокус сити холл перед моими глазами еще стоял вот этот переход дубровка потому что вся страна была в напряжении дубровка беслан взрывы на улице гурьянова это ужасно вот ну я надеюсь что зло будет наказано не знаю следует ли нам показывать ну поймите я тщательно подбираю слова я за то чтобы зло было наказано но мне очень очень тяжело смотреть кадры допросов вот этих вот таджиков когда их там пытают отрезают и все такое не знаю мне кажется что мы не должны это видеть я взрослый человек я понимаю что есть разные методы получения информации в том числе под пытками но зачем нам это показывать вы мне сейчас скажете они смотрите а вы не показываете я не буду смотреть не знаю вы понимаете получается жесток получается жестокость с двух сторон и со стороны этих нелюдей нелюдей я не знаю как можно за какие-то там 500 тысяч 500 ты чу за деньги ващит у за 500 тысяч пойти убить там более ста человек там погибло обрушить этот взрывы за какие-то деньги за какие-то 500 500 тысяч да за любые деньги за 500 тысяч за 500 миллионов не понимаю вот мне даже мысли теряются я даже не знаю вот но чем мы то лучше чем мы лучше когда мы устраиваем на в своих комментариях травлю друг на друга всяческие оскорбления мы простые люди у нас есть свои дома свое хозяйство своя земля свои дети внуки мы должны заниматься этим они быть втянутыми в эту травлю друг на друга у меня по соседству вот через дом живет женщина с украины милейший человек мы не затрагиваем темы политические темы военных действий мы их не затрагиваем мы общаемся мы просто общаемся что нам сейчас мешает просто общаться почему почему мы грызем друг друга и получаем от это удовольствие от этого это не нормально это не нормально с нами что-то происходит с нами с людьми что-то происходит либо нас так накачали всякой негативной информации что мы отказываемся мыслить логически либо мы сами стали такими что нам не нужна никакая информация дайте нам только автоматы мы пойдем стрелять неважно куда неважно в кого это ужасно не знаю на видео получилось очень сумбурно и но мне почему-то очень хотелось вам это сказать я очень хотела бы чтобы моё видео дало вам возможность может быть задуматься о себе о жизни о своих окружающих надеюсь что ну хоть чуть-чуть мы станем добрее друг другу хоть чуть-чуть хоть чуть-чуть друг другу безусловно зло должно быть наказано зло которое совершил человек но мы с вами обычные люди обычные люди почему я испытываю не испытываю негатива к своей соседке она мне ничего не сделала плохого нет и также она ко мне почему почему я должна ненавидеть кого-то почему мне говорят что я должна ненавидеть там вот эту страну пусть они там живут как хотят а мы будем здесь жить как хотят будем там же как хотят будем жить там где хотим еще такой вот маленький маленький такой момент мне очень много пишут комментариев людей которые живут на территории украины и попадают под обстрелы и ну понятное дело что негатив летит оттуда что люди обездолены обез кровлены без без будущего практически без будущего конечно у них им надо куда-то это выплеснуть этот негатив прилетает это все мне я хочу но я хочу сказать следующее сейчас в мире на данный момент я специально вчера посмотрела google погуглила сейчас на данный момент 53 военных конфликта на нашей земле 53 и конфликт на украине это один из 53 почему вы не пишете про все остальные 52 конфликта мне почему вы пишете только про этот в этом тоже стоит задуматься вот такое у меня видео получилось извините если я кому-то не понравилось не понравились мои слова или еще что то но мне очень хотелось это сказать вам будьте здоровы будьте внимательны отделяйте зерно от плевел задумайтесь в конце концов хотя бы всем здоровья увидимся в следующем видео и всем пока пока